Здравствуйте, меня зовут Агата Муцинеца, я приехала в Москву из города Риги, мне 20 лет и я учусь на втором курсе во ВГИКе, мастерская Александра Яковлевича Михайлова. Я играла в Буратино, Красную Шапочку, так нигде не снималась я, не беру. Агата Муцинеца родилась весной 1989 года в Риге. Девочка отличалась неуемным характером, любила дурачиться, веселиться и быть в центре внимания. В юном возрасте Агата посещала театральную студию и уже тогда приняла решение стать актрисой. После окончания школы работала моделью, со сессиями и показами посещала Латвийский университет, курс китайской филологии. Но детская мечта не давала Агате покоя. А вы вылетите не голубь, да? В 2008-м девушка переехала в Москву и поступила на актерский факультет ВГИКа. Доктор, вы такой островный! Известность начинающей актрисе принесла роль Даши Старковой в телесериале «Закрытая школа». Агата Муцинеца отлично исполнила роль умницы, красавицы, дочери звездной мамаши и девушки одного из самых популярных парней в школе. Успех актрисы был подкреплен в марте 2012-го, когда на телеканале СС вышел сериал «Геймеры», где Агата играла одну из главных ролей. Вместе со своим возлюбленным Павлом Прилучным, роман с которым окутан множеством слухов и длится уже более года. Я ехала тогда в машине с Нигинским Андреем, и он мне сказал, что сейчас нашу звезду буду забирать. У нас такая звезда снимается. Он такой, да, Паш Прилучный. Кто это? И он весь на таком каком-то пафосе был. Ну, то есть, и он там начал, да, очень приятно. Паша, он там в пальто, такой весь мачо-мен. И он меня спросил, у тебя есть парень? Я говорю, да, он у меня все не разговаривает со мной. Я говорю, прости, а он кого играет? Он такой, Максим, я говорю, боже, мне с ним играть. Роль, ну что мы пары, мы же были пары в первом сезоне. Ну, господи, как играть с этим человеком, если он сказал мне даже с ним не разговаривать? Как я буду с ним играть любовь какую-то? Первый с ним контакт произошел после Нового года, когда мы уже, ну, то есть, мы отпразднули Новый год и вернулись на площадку, заснимать то, что мы не успели снять на улице. Вот, и он почему-то со мной заговорил. Потом он предложил довезти меня до дома. Я не знаю, что у Паши происходило в голове, но он же такой вот скрытный был, да, но как бы я поняла, что он очень симпатичный, харизматичный, что к нему тянет, и что это опасность, и к нему лучше не подходить. Вот, и как бы я эту политику удержала, что я буду с ним очень делово общаться. И когда вот мы были в машине, он начал начать спрашивать, а ты любишь своего парня? Вот, а ты честно ему прям любишь? Я говорю, ну, вроде да. Вот, и как бы, ну, я почувствовала от него вот этот посыл. Ну, не могла же я броситься сразу в омут с головой, не зная, вот такую темную лошадку, как Паша. Он сел у меня в голове. Знаете, я вот просыпалась, почему-то начинала вспоминать его. И как ни странно, я потом поняла, что даже на Новый год дома, уже не общаясь с Пашей, я всем показывала фотографии, говорю, вот такой мальчик, мы с ним снимаемся. Паша зовут, и он у нас Максим... Ну, то есть, он, знаете, неосознанно засел у меня в голове и всплывал все чаще и чаще. То есть, в итоге дошло до какого-то, до одержимости, что я просыпалась. И первым делом, что я думала, это был Паша, он мне снился. Я засыпала еще с мыслями о нем. И на площадку приходила, думала, быстрее бы его увидеть. С Пашей буквально через две недели уже стали жить вместе. То есть, естественно, мы стали вместе приезжать на площадку, вместе уезжать друг друга ждать. Ну, и все поняли, и он каждый перерывчик ко мне подбегал. Мы целовались, то есть, и все поняли. Даже никто не задавал лишних вопросов, но... Так, позадавали чуть-чуть, и... Таня у меня спросила, что, серьезно? Все серьезно? Походу, дело, да. Буквально через три месяца он уезжал в Париж, и я его ждала дома. Я думала, он придет домой, подумала, что я его не жду. Ага, а я весь балкон украсила шариками, плакатами. Ну, это по-детски, конечно, но это было очень мило, потому что я потратила весь день на это все. Вот, и мы устроили мини-праздник там на балконе, и он сказал, что я, конечно, хотела по-другому это сделать, но так как у нас получилась такая милая ситуация на балконе, подожди, и ушел на секунду, вот, и прочитал мне целую речь, очень длинную, я не буду его цитировать, но это было до слез трогательно, и я подумала, подумала ровно две секунды. Он мне сказал, конечно, да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И, да, конечно, я хочу всех огнять по очереди. Давайте будем встретимся. Напрасно, мне кажется, ты вот так говоришь, потому что все будут стоять скоро в офисе СС и ждать тебя с транспарантами. Агата, мы любим тебя! Я их тоже люблю, ну ты что, эти люди, благодаря им есть наш сериал, благодаря этим людям мы те, кто мы есть. Ну, как бы, я вообще не понимаю, как можно не любить фанатов, особенно наших, потому что у нас в основном это дети, а дети, как известно, цветы жизни.